Доброго вечера, друзья! Доброго дня! У кого-то доброе утро! Мы сегодня записываем это видео специально для Иннокомира, который приехал в Салхаул, чтобы здесь встретиться с нами. И у него есть обращение, и мы сегодня об этом немного поговорим. Мы находимся в существенных горах Сочи, Краснодарский край, очень красивые места. И так же, как и в предыдущие дни, сегодня и завтра мы занимаемся исцелением, сопровождением людей, чтобы люди шли по своей природе в реализации. И на этом пути встречаются разные случаи, когда необходима помощь человеку. Иннокомир встретился с нами в той точке, когда у него требуется помощь, и мы ее решили попросить прямо у мира. Представляете? Вот такая вот ситуация. Необходимо для здоровья и восстановления пройти программу, которая есть в родном доме. И сейчас вот так складываются события, ситуации, что даже для самой сути трансформации, вот эту помощь финансовую важно получить от мира. Иннокомир, расскажи немного о себе. Все здравствуйте, дорогие друзья. Расскажу немножко о себе, о своем непростом пути. В общем, у меня было очень много всего в жизни, как сказать, ну, как, наверное, у всех, да, тяжелых моментов, да, каких-то болезненных травм. В общем, у меня было за плечами 10 лет наркомании. В общем, такой очень тяжелой, грешной жизни, так назовем, вот. И копая в себе более 5 лет, вот, я нарыл это, что это идет из детства, вот, это детская травма. Сейчас я нахожусь уже в очень таком плачевном состоянии. Вот, и всякие все ресурсы, жизнь она не клеится, вот. Сколько денег на это ресурсов уже потрачено, да? Очень потрачено, уже много, да, ресурсов на это. Там продано жилье даже. Чтобы решить эту задачу, да? Да, решить эту задачу. Вот, я исследую мир, исследую себя. Вот, я сейчас нахожусь в очень таком затруднительном положении. И я хочу попросить у мира помощи, финансовой поддержки, да. То, сколько может, на самом деле. То, сколько может. Я делаю это не только для себя, а я хочу исцелить себя для того, чтобы помочь миру, раскрыть свои дары и таланты, сделать что-то. Ну, моя душа требовала, чтобы я приносил какие-то плоды этому миру. Какой видишь ты своей жизни, ну, когда это произойдет, ты будешь в ресурсе, в здоровом? Что ты уже знаешь, что ты проходил, чем ты уже помогал людям, да? Да, я занимаюсь, в даре у меня идет, я как проводник уже космоэнергетики. Вот, у меня частоты определенные, есть канал, вот, который идет на гармонизацию, на помощь людям в понимании себя, в исцелении себя, экзорцизм. Вот, также занимаюсь природной терапией, да, я очень любил природу, матушку нашу. Очень много знаний собрал, да? Да, собираю по крупицам знаний, да, и по травам, по растениям, по антиогенам. И себе помогал, и другим в этом направлении, да? Да, да, у меня уже есть опыт в этом, вот, и я хочу двигаться дальше. И тебе важно быть в ресурсе, да, то есть здоровым, чтобы ты уже не травмами занимался, а мог помогать людям уже из базового здорового состояния. Ну, как говорится, то есть, чем ты можешь помочь людям, если ты сам не в ресурсе, да? Причем постоянно только этим занимаешься. Чтобы идти в ресурс, идти на помощь людям, также он, никомир, и никомир занимается банными практиками, парениями. Чтобы исцелять людей, нужно самому быть в ресурсе. Это как здоровый чай, здоровая походка, или там бег, или еще что-то. То есть, нужно сначала самому исцелиться, чтобы исцелять мир, да? И для этого сейчас нам, ему, то есть, нам и ему, да, нужна поддержка финансовая, чтобы пройти программу. Мы, как целители, готовы предоставить для инакомира программу, которая у нас есть по его именно задачам, по его запросу. И для этого требуется 40 тысяч рублей, то есть, вот, чтобы первый блок, такой, да, первую часть этой трансформации пройти. Далее, я думаю, что инакомир, уже окрепнув, сможет начать получать доход из здорового состояния, уже сам оплачивать свое обучение и подготовку. Да. Именно для исцеления сейчас детской части требуется поддержка внешне от мира. И когда именно то, что и было получено, да, среди людей, какая травма, она исцелилась и помогла через тебя и дальше уже другим людям. Пройдя такую трансформацию, инакомир сможет помочь гораздо большему количеству людей. То есть, сейчас он не может вести свою деятельность онлайн. Тогда, когда такие люди, прошедшие такой уникальный опыт в своей жизни, могут исцелять людей, просто ведя вот такие трансляции или записывая видео. Просто делясь своим опытом. И ценность жизни таких людей на Земле очень высокая. Готов ли ты в последующем делиться с людьми своими практиками, опытом? Ну, вот так же вот там, даже в Ютубу, исцелять таких людей, как... Да, конечно, конечно, безусловно. У меня как раз это качество, оно очень, оно чересчур, видимо, детская травма, вот эта, да, она как раз... Требует... То есть, я слишком много отдаю, ничего не оставляя себе, вот. В этом моя проблема. Неважно это скорректировать. Да, это связано с детской травмой, там, мы не будем туда углубляться, вот. Но она, да, даже может быть и на генетическом уровне, вот. Вот это мне мешает. Я сам до туда дотянуться за пять лет так и никак не смог. Вот я встретил вот этих людей светлых. Мира свет, свет Владимира. Да. Мы как раз и занимаемся темой возрождения, перерождения на уровне генетическом. Задача исцелить, убрать искажения на клеточном уровне, для того чтобы... Расформировать пробои и заменить их, то есть убрать вот это вот негативное влияние, которое было в детстве, которое давало такое, то есть избегание денег, то есть когда деньги приходили, он тут же их сливал, то есть деньги приходили, он тут же их сливал. То есть это блок, который нужно проработать его, да. И чтобы это сделать, одной сессии мало. Там нужна целая терапия, там нужна целая программа. Ну, сейчас я говорю, вот первоначально, задача первого уровня сделать вот такие вложения. Возможно, среди тех, кто вас смотрит, есть люди, у которых это вообще... Сделать такой дар в виде прям всей этой суммы, это просто радость доставит, да, что спас жизнь одного из людей. А может быть, мы частями соберем эту сумму для помощи инокомирам? Да. Вот. Потому что сам я сейчас уже нахожусь в таком состоянии, что энергия, она просто во мне не держится, она просто все уходит мимо, вот. Я очень сильно ослаблен, я сам сейчас уже, то есть, не получается даже добывать уже ресурс, вот. Я много очень сплю, лежу, ну, в общем, состояние очень такое затяжное, затяжная депрессия, вот эта вот. При этом все инокомиры очень крепкая, то есть, это вот душевная такая болезнь. Вот, и я думаю, мы обязательно поделимся дальнейшим путем, да, как произойдет мое исцеление, вот. Я расскажу обязательно о своем опыте, как это все происходило, вот, что потом изменилось в моей жизни. Ну, и на Камеры есть свой YouTube-канал, будешь там рассказывать, как это будет происходить? Да, я обязательно, конечно, я буду вести свой канал, да, возобновлять. Да, хотя бы минутные шорты записывать. Ну, да. Ну, как будет уже желание, да, да, как будет желание, так и... И еще у нас есть глобальная цель, это постройка модульных домиков в виде сот, то есть, шестигранные домики. Они как будут перевозные, летние, так и можно будет собирать их зимние. И Никамир, как опытный, да, строитель, сварщик, да, то есть, он тоже, сварщик тоже собирал здания, и он собирал это в детстве, то есть, я и узнавал, что он делал в детстве, то есть, он собирал какие-то домики, будочки там, то есть, он уже строил в детстве, это то, что сейчас мы хотим делать, запускать вместе, да. Мне эта идея тоже пришла, ему пришла, и у нас совпало вообще даже до мельчайших подробностей. Чертеж совпал, представляете, друзья? То есть, у нас, можно сказать, одна идея, которую мы хотим воплотить втроем, то есть, мира будет нам помогать энергетически и финансово. С продажами тоже, мы будем это делать руками, то есть, мы будем это делать руками, и плюс мое еще опыт в предпринимательстве. То есть, я умею и быстро это делаю, то есть, как производство выстраиваете. Я в прошлом за два года наладил производство мебельное, которое в Ульяновске, ну, было в спросе, то есть, я перестал рекламироваться, и у меня постоянно на месяц вперед делали заказы стульев, столов и всякой мебели. И я еще, скажем, могу добавить то, что я был один из десяти там самых дорогих производителей этих стульев в Ульяновске. И на Камеру очень чувствую гармонизацию пространства, и он будет своей геометрией усиливать. Угу, я скажу. Да, конечно. По поводу вот этого пространства, которое мы хотим создать, вот оно имеет форму соты, вот это природная структура. Вот, ко мне пришли знания, что это в дальнейшем будет помогать человеку соединяться со своим духом, со своей голограммой истины. То есть, это пространство, оно будет приводить человека к самому себе, в гармонию со своей природой. Естественным путем, да. Естественным путем, да. Вот, у нас есть технологии по защите от влияния матричного, так мы назовем. Разных систем. Разных систем, да, волнового влияния. Которые негативно влияют, да? Да. То есть, мы хотим создать именно гармоничное пространство для людей, чтобы они были здоровы, жили в своем духе, в своем пути, двигались по своему предназначению, не жили в ладу с природой. Ну, а я сильна в том, чтобы помочь этому проекту проявиться, презентовать его, вдохновить людей, чтобы они вообще его увидели, обращались к нему. Ну, и сплотить вокруг этого проекта людей и внимание привлечь в обществе. Вот такие вот у нас планы на будущее, вообще на этот год, запустить этот уже проект. И чтобы этот проект запустить, чтобы нам пришли ресурсы и у нас все наладилось, нужно, как сказать, помочь Никамиру, да, и Никамиру, прийти в ресурс. То есть, чтобы он был в ресурсе, я был в ресурсе, а нужно вложения некие. Да, и очень важно, я считаю, куда человек направляет свои ресурсы. Просто вкратце вот расскажу, я одно время работал на производстве самогонных аппаратов, вот, и вообще участвую в этом деле, то есть это алкоголь, да, то есть я потом просто начал пить, и с моей жизнью начали происходить такие вещи, что я говорю про то, что нужно, если вкладывать ресурсы, то в правильное дело, чтобы он шел на пользу всем, да, и не приносил никакого вреда. Тогда вы будете процветать созидание, да, чтобы это было для мира полезно, вот, и, то есть именно направление правильно ресурсов своих, правильно русло, вот. Ну, то есть помогая сейчас тебе в том, чтобы воссоздать жизнь у этого человека или в его роду, будет происходить это же, правильно я понимаю? Ты эту мысль хотел донести. Ну, то есть это будет приумножаться в человеке, да. Прямо на тот жизненной энергии, гармонии, здоровье. То есть помогая одному, этот человек может помочь сотне, а те, кому он помог сотням, могут помочь тысячам, то есть это такая умножающая реакция. Представляете, просто даже небольшой суммой, да, любое, кто, сколько может помочь сейчас Иннокомиру, вы вложитесь в то, что потом он сможет это умножить многократно в мире. Представляете, какое чудо может совершиться? Если откликается вам помочь Иннокомиру, вы можете это сделать, мы оставляем реквизиты под этим видео, и любая сумма будет в зачет для этого проекта и поддержки Иннокомиру. Мы, в свою очередь, как основатели родного дома будем рассказывать о том, как все это происходит, что, какие дела, как подписчикам, будем об этом рассказывать. Спасибо, что были с нами. Можно рассказать про каждого ангела, который поможет финансово, если это нужно будет. Да, если вы проявитесь, и для вас это будет полезно. Спасибо. Благодарим. Спасибо. ? Благодарим. А вот diye. Просто выход-кар. Смотрите-кар-кар. А вот ребенка очень часто не выهلا. Это произведение миллиона не один. Взыв делweitvar. Благодарим. Поэтому. Благодарим.